На расширенное совещание пригласили не только начальников городских управлений, но и общественников, членов местных ТОСов, а также управляющей компанией. Анатолий Пахомов отметил, город отлично справился с последствиями стихии. Улицы во всех районах курорта были оперативно приведены в порядок. Только упавших деревьев было распилено и вывезено более 200. Чего не скажешь о дворах многоэтажек, ведь проведенный мониторинг санитарного состояния подъездов многоквартирных домов показал, что работать еще есть над чем. Эту работу должны активнее контролировать домкомы, члены местных ТОСов, а также управляющие компании. Одна из них, Багратион, уже лишена лицензии из-за большого количества жалоб. Анатолий Пахомов еще раз напомнил, нанимать и увольнять управляющие компании могут только сами жители. Администрация в эти вопросы вмешиваться не имеет права. Правила благоустройства закрепляют, что территории 10-метровые от красных линий, объектов торговли, домов. Вот есть у вас двор, а еще есть 10-метровка. То есть в аренду взяли двор, а есть еще 10 метров, которые вы обязаны убирать за той территорией, которую вы взяли в аренду. А у вас в вашей территории не убираются. За грязь во дворах, а значит и из-за несоблюдения правил благоустройства и санитарного состояния, отметил Анатолий Пахомов, будут начинать штрафовать. Еще один важный вопрос обещания – подготовка к заморозкам. Городские улицы и дороги сегодня целый день чистили от слякоти, чтобы ночью они не превратились в каток. То же самое управляющие компании должны сделать во дворах многоэтажек, чтобы не допустить травматизма на придомовых территориях в случае понижения температуры воздуха.